Рекламно-информационная программа. Поддержка проекта. Компания «Ключ здоровья». Мы просто ждали сигнала, чтобы отправиться в опасное путешествие. Вы должны добраться до «Ключа здоровья». На каждом углу нас ждали препятствия. Добрый день! Купите синетр! За каждым поворотом нам было искушение. Ступени проносились мимо, а вместе с ними исчезали заветные килограммы. Похудел-то как! Впереди ждало главное искушение. Сегодня футбол! Нет! Сначала ключ здоровья. Вода – ключ здоровья. Ключ к вашему здоровью. Слушайте доктора! Добрый день! Это программа «Слушайте доктора» у микрофона Вера Власова. И сегодня передо мной вновь наш традиционный гость, наш любимый эксперт Дмитрий Батагов, директор Центра семейной медицины «Лада Мед». Здравствуйте, Дмитрий Леонидович! Здравствуйте, Вера! И в первую очередь я бы хотела сделать краткое резюме нашей предыдущей программы. Напомню, что мы говорили о РЗ и ОРВИ, о том недуге, который как раз сопровождает традиционно кого-то осенью, весной, то есть межсезонье. Так, давайте напомним, с кем, что может приключиться, простудные, вирусные всякие там неприятности, и как с этим бороться? — Приключиться может это с каждым из нас, но наиболее уязвимыми группами риска считаются люди старшего возраста или пожилые люди, маленькие дети, и люди, которые в силу профессиональных обязанностей вынуждены находиться в местах скопления людей или общаться с большим количеством людей. Учителя, работники здравоохранения, работники транспорта. Вот эти... Ну, а еще считается, да, группа риска — это беременная. — Да, и я бы еще хотела напомнить, почему мы так выделяем эти группы риска, особенно вот дети пожилые, возрастные, кто может заболеть. Да, это именно потому, что очень высок риск неблагоприятных последствий. — Да, риск осложнений, которые могут привести даже к летальным исходам. — Это слабые сосуды, да, которые могут не выдержать? — Это слабые сосуды, это иногда осложнения на нервную систему в виде мининга энцефалитов, могут быть и осложнения на почки, на сердце, на много чего. И в результате, да, мы говорили в прошлой передаче, что если по Кирову примерно человек 50 мы теряем каждый год, только от гриппа, то по Кировской области цифру эту можно умножать еще на 3, то есть там 150 где-то примерно. Это у нас каждый год, несмотря ни на что, все равно люди уходят. — Именно по вине гриппа? — Именно по вине гриппа. Плюс, если сюда еще добавить острые респираторные вирусные инфекции, различные там типа ротовирусные инфекции, аденовирусные инфекции, энтеровирусные инфекции и так далее, и прочие вирусные инфекции, то там летальность будет еще выше. Сложнение и прочее. Также в прошлой программе мы говорили о факторе успеха, как максимально увеличить вероятность того, что не подхватим ничего. Это, во-первых, конечно же, прививки. Календарь прививок сформирован. Сейчас еще можно? Дождливая, ветреная, холодная, пакостная погода сложилась? Наш Роспотребнадзор пока эпидемия гриппа в Кировской области не объявил. Можно и нужно идти делать прививки. Кстати, по поводу эпидемии гриппа. Когда, по вашему ощущению, по вашему опыту, следует ожидать такого накалства? Я думаю, что там надо смотреть на гидрометеоцентр. Ожидать надо тогда, когда будет слякотно и не очень холодно. То есть это где-то примерно минус 5, плюс 5. И в сыро, влажно. Ну, вроде как на следующей неделе уже обещают так. Ну, значит. И первый снеек. Значит, дождались. Ну, все. Так что, господа, не откладываем. Да, не откладываем. Те, кто собираются делать прививки, сходите, сделайте. Как в Игре Престолов говорили, зима близко. Зима близко. Поэтому, да, она идёт, идёт. И перед ней или сразу после неё будет всё равно эпидемия. Да. Помимо этого, обязательно напоминаю всем, что хороший сон, качественный сон, качественное питание, отдых, отсутствие, нейтрализация вредных привычек до алкоголя, табакокарения. Потому что именно все эти факторы именно способствуют развитию заболеваний вирусных. Правильно я говорю? Они открывают ворота для инфекции. Сопровождают. Сопровождают инфекцию и утяжеляют инфекцию. Поэтому, да. Плюсом ещё обязательно надо следить за санитарно-гигиеническими нормами. То есть это чистые руки, это... Чистота залог здоровья. Это чистота помещений, чистота воздуха, чистота воды. Да, и обращаем очередной раз внимание, что чистая вода, хорошая чистая вода, является именно таким вот спасительным, может быть, да. Если говорить применительно не только к гриппу, а вообще к острым респираторным вирусным инфекциям, то в отношении ротовируса и энтеровирусной инфекции, которая, в общем-то, инфекция очень неприятная и для детей не опасная, то тут чистая вода является очень серьёзным фактором предотвращения, распространения этих инфекций, потому что там один из путей передачи это через воду. И выведение из организма, наверное, всякой погостили. Ну, конечно, чистая вода, да, она ещё способствует выведению инфекции. Перед началом эфира я у Дмитрия ещё поинтересовалась его личным мнением как человека, как специалиста, как врача относительно, скажем так, домашней такой медицины, ну, это даже, наверное, медицины не назвать, но вот чем мы иногда любим себя побаловать, да, убедить себя в том, что там молочко с мёдом, соды и маслицем нам поможет, да, там травки какие-нибудь, вот каково ваше мнение? Как вспомогательный метод это, конечно, использовать можно, но ни в коем случае это, ну, нельзя на это полагаться, если дело уже принимает серьёзные обороты. А это? А это очень высокая температура, то есть если температура уже за 38, то там молочком с мёдом одним не делаешься. Это, если начинаются какие-то, ну, если вовлекаются какие-то органы и системы помимо респираторного тракта, если кашель становится уже с гнойной мокротой, то есть там даже просто травами уже не помочь, там надо, во-первых, идти к доктору, во-вторых, обследоваться, сдавать анализы, и, в-третьих, надо уже что-то более серьёзное, может быть, даже внутривенно какие-то инфузии, какие-то противовирусные препараты. И вот эти варианты такой домашней помощи лишь устраняют какие-то последствия, да, насколько я понимаю, симптомы устраняют, но они влияют на причину, или я ошибаюсь? Нет, они, конечно, не влияют на причину, если там не говорить про какие-то фито-препараты, ну, там, типа, сосновые почки, например, которые считаются вроде как фитонцидами и могут подавлять воздействие бактерий, да, ну, рост бактерий. Хотя это тоже момент спорный, но вроде как бы считается, что да, но это отдельные фитопрепараты, очень-очень отдельные. Вот. А так, в целом, конечно, это не может являться никаким этиотропным лечением, то есть лечением, которое воздействует именно на причину инфекции. Серьезно на развитие болезни тоже не влияет, как правило, как правило, не влияет, но как вспомогательный метод использоваться может, потому что идут, иногда бывают статьи о том, что можно банки ставить, нельзя банки... Вот, банки горчичненькие. То, чем нас лечили в детстве. Значит, ну, с банками вообще надо крайне осторожно, совсем крайне осторожно, то есть на температуре их делать ни в коем случае вообще нельзя. На температуре, имеется в виду... Ну, на повышенной температуре тела. Ага, поняла. То есть если температура есть у человека... Банки нет. Единственный может быть оправданный способ, когда уже бронхит хронический разрешился, уже всё позади, и инфекция ушла, но остаётся ещё малопродуктивный кашель, то есть вот плохо отхаркивается, и надо, грубо говоря, почистить бронхи. Вот в этом случае банки, может быть, где-то помогут, но их можно применять только посоветовавшись с доктором. Совсем. Банки вообще метод воздействия достаточно, ну, как сказать, сильный. Сильный, но применять его надо умеючи. Умеючи. Умеючи и очень по уму, ко времени. Вот. Какой принцип действия у них? Механизм воздействия банок до конца не изучен. Так. Улучшает кровообращение, является, видимо, рефлексогенным каким-то средством, ну, то есть рефлекторное воздействие. Ну, в основном, да, банки всё равно влияют на кровообращение и усиливать кровообращение в области грудной клетки на фоне высокой температуры и спускающейся вниз инфекции. Вообще хуже будет. Ну, это вообще, это вредно. Это, и с чем это всё может закончиться? Как правило, это заканчивается пневмонией, тяжеленной, ну, тяжеленным воспалением лёгких. И, а если ещё человек в баню, то есть сходил в баню, потом в баночки поставил, потом ещё 50 грамм и прокинул. Если температура есть дополнительного нагрева организм уже не требует. Нет, 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 нет. Клин клином не надо вышибать, потому что у кого-то организм выдержит эти вышибания клин клином, а у кого-то он не выдержит. И там вместе с клином можно вышибить из себя весь, ну, всё. Лучше не проверять. Да. Горчичники? Ну, горчичники более мягкий метод воздействия. Тоже на температуре они не очень рекомендуются, но по горчичникам опять другое мнение, что помогают ли они. То есть, если по банкам всё-таки эффект есть, но их надо крайне осторожно применять, то горчичники, ну, да, применять можно, вопрос нужно ли. Ну, то есть, это тоже стимулирование кровообращения, насколько я понимаю. Нет, там горчичники, скорее всего, механизм воздействия рефлектогенный, то есть отвлекающий, отвлекающий. Вот. Ну, вот есть першение в горле. Вот поставили горчичники, ну, или между лопаток, или на пятки. Вот. Ну, вот вроде бы как должно отвлечь. Эффект плацебо, получается. Эффект плацебо. Ну, и ещё есть такая черта, вот именно в России у пациентов, что если вот пластырь не поставил, и он не жжёт, вот, или мазь намазался, или она не жжёт, то вот это пластырь, да, плохой, и мазь, она как-то не очень... Да, и горчичники, видимо, вот для русского народа имеет такой же эффект, что вот пожгло немножко, ну, значит, чего-то подействовало. На самом деле, конечно, эфир горчичников весьма спорный. Наука и не доказана пока. Он не доказан совсем, и более того, есть статьи, которые объясняют, что горчичники, скорее всего, не работают. Ну, люди всё равно бы применяют их. Ну, лишь бы в радость. Главное, чтобы хуже не сделали. Да, самое главное, если применять горчичники, то ими не злоупотреблять и их всё равно применять в разумных пределах, потому что бывали случаи, когда люди горчичниками достигали себе ожогов, слава богу, неглубоких, но ожоги... Есть люди, которые фанатично... Ну, как вы говорите, что прям поедрёней. Да, да, клин клином, там ещё чем-нибудь намазать сверху, прилепить, чтобы вот-вот пробрало, и пробирают, это бывает до ожогов. Это нечасто, но бывает. Вот этого делать не надо ни в коем случае. Ну, конечно. Люди сами себе не враги, наверное, в большинстве случаев. Хочется верить. В большинстве случаев, да. Коль уж мы говорим о лекарстве, заговорили, ещё очень важный вопрос хочется мне затронуть. Это те самые разрекламированные препараты, которые обещают нам, что приняв их, у нас все симптомы сразу же устраняются, и мы излечиваемся, мы можем выходить на работу, учёбу куда-нибудь ещё, буквально там за полдня. А это когда там на остановке сидит весь в соплях, потом выпил. Да, и сразу всё прекрасно. И серо-белый клип превращается в цветной. Да, 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 из этой серии. Я понял. Это реально? Нет. Нет, там как, значит, эти препараты, которые вот так вот рекламируются, они симптоматическое воздействие имеют, то есть, да, они симптомы устраняют, причём симптомы устраняют быстро. Некоторые устраняют... Устраняют каким образом? То есть, они их как-то забивают, перебивают? Что происходит с симптомами? Когда они деваются? Снимается отёчность носа, вот, спадают температуры. Соответственно, как... Некоторые, ну, если сложно говорить, то некоторые медиаторы воспаления в организме на какое-то время нейтрализуются. И в результате... То есть, то, что вызывает воспаление, нейтрализуется. Одно из звеньев, скажем так, одно-два звена механизма воспаления, оно блокируется на какое-то время. В результате у человека возникает ощущение, что, ну, у него вроде бы всё прошло. Но это временно, потому что причина не устранена. Эти так называемые медиаторы воспаления продолжают дальше вырабатываться. И они... Ну, причина-то воспаления не устранилась. Соответственно, воспаление продолжается. Вещества вот эти, которые вызывают все вот эти неприятные симптомы, они продолжают вырабатываться. Но на какое-то время заблокировалось. Через 6-12 часов снова всё в организме накапливается, и всё возвращается на круги своя. То есть температура снова поднимается. Поэтому на пальчике у нас прописано, что принимается там столько-то раз в день. Ну, конечно. Тем более, большинство этих препаратов имеет два неприятных свойства. Первое, они, во-первых, имеют побочные эффекты. Некоторые из них имеют очень серьёзно, могут иметь серьёзное осложнение на желудок, на цеперстную кишку и на печень. Вот. В некоторых вообще пишут, что они негативно воздействуют и на состав крови. Мы вам как-то даже рассказывали, что вот один такой пакетик такого вот порошочка, он действует на печень, как стакан водки. Именно так, да? Да, да. Вот так вот. Есть один препарат, к сожалению, называть его нельзя, но он популярный, он тоже, да, рекламируется. В нём жаропонижающего вещества в полтора раза больше, чем в других таких же порошочках. Только бы эффективнее. Ну, как бы, да, но по печени он бьёт вот действительно как стакан водки, если не больше. А некоторые его пьют по три, по четыре раза. Вот. А давайте тогда расскажем, что, ну, на самом деле возникает такая необходимость. Срочно нужно там куда-то выйти, там выступить на конференции, что-нибудь ещё и устранить необходимые симптомы. И, ну, бывает такое, да, что нужно обратиться к подобным препаратам. Чтобы не было такого эффекта побочного, о котором вы говорите, что можно же что-то сделать в самом-самом крайнем случае. Значит, если есть необходимость выступать каждый день на конференциях, на собраниях и так далее, надо заранее сделать прививку. Это идеальный вариант, конечно. Второе. Если всё-таки такое произошло, то есть самочувствие ухудшилось, а на конференцию надо идти, надо очень хорошо подумать, насколько нужна эта конференция. То есть иногда, может быть, есть смысл потерять работу, но не потерять жизнь. Даже так? Да. На приёмах иногда приходится выслушивать просто безумные вещи. Люди начинают ценить своё здоровье, когда оно уходит. Так часто и бывает, да. Поэтому надо действительно взвесить, прежде чем идти или не идти. Но если такая ситуация, всё-таки, ну вот совсем, вот да, действительно надо, а угрозы для жизни вроде бы нет, а состояние не очень, ну можно принять этих чудодейственных, кавычках, порошков. На 6-8 часов станет полегче. Ну после этого, ну конференция же редко длится 6-8 часов. Ну, если повезёт, то да. Вот. Надо мчаться в тёплую постельку, отпаивать себя и просто тупо лежать и спать. Чтобы печень не так сильно повредить? Ну тут надо взвешивать, чего опять же важнее, то есть работа или родная печень? Можно какой-то ещё препарат принять, который максимально нейтрализует действие вот этих вот ядов. А, для поддержания печени, что ли? Да, да, да. Ну можно купить гепатопротектор, вот. Это что? Это препараты, защищающие печень. При препаратах, которые вызывают раздражение желудка, назначаются для защиты желудка препараты, которые защищают. Это по рецепту? Нет, это ну это лучше всё-таки по назначению врача. Конечно. Это не по рецепту, но это по назначению врача. Ну безусловно, когда у человека возникают симптомы, мы уже говорим постоянно об этом, нужно обращаться к врачу и объяснить ему, что вот такая ситуация, что нужно срочно выйти на работу или куда-то там ещё выехать, выйти из дома в люди, да, и... Дело в том, что даже эти жаропонижающие чудодейственные порошки, которые рекламируются и которые считаются безрецептурными препаратами, их всё равно лучше бы начинать принимать только посоветовавшись с доктором. Конечно. Потому что я видал на приёмах, ну, когда люди принимали по 6 раз в день. И вот, ну, в ужасе от того, вот как вообще человек, ну, во-первых, как он жив, как у него кровотечение не развилось. Ты знаете, сейчас анекдот ходит в сети. Доктор, вот вы мне выписали таблетки, мне почему-то не помогают, да, как вы их пьёте. Ну, вот мне прописано утром и вечером. Ну, я сразу утром все пью, потому что, мало ли, вдруг вечером забуду. И странно, почему-то не помогают. На эту тему есть рассказ в записках молодого врача у Михаила Афанасьевича Булгакова. Это российская классика, «Тьма египетская» рассказ, где он радостный и довольный, поставил диагноз пациенту с малярией, прописал ему пакетики хинина, по-моему, на 6 или на 7 дней принимать, если я правильно помню, по 1 пакетику 2 раза в день. Сейчас подробно не помню, как он ему назначил, но он, в общем, надеялся, что тот будет принимать каждый день по 2 пакетика в течение 6 дней. Ночью его подняла фельдшер, прибежала, доктор, больному плохо, больной умирает, он прибежал в больницу, больной действительно, там его, по-моему, рвало, там еще чего-то у него было, совсем все плохо. Когда все-таки немножко его в чувство привели, стали расспрашивать, выяснилось, что он решил, а что, зачем принимать по 2 пакетика в день, когда можно все 12 пакетов заглотить разом. И он заглотил все 12 пакетов разом, малярия не вылечилась, ну, чуть не умер. Вот, Михаил Афанасьевич это описал сколько, 100 лет назад. Хорошая книга, кстати, да. Конечно, хорошая книга. Очень многому нужно интересную почерпнуть. Для молодых коров. Причем из года в год, из столетия в столетие история повторяется. Конечно. Это, наверное, вопрос даже не менталитета. Вполне возможно. Это, ну, великий писатель подхватил, вот, видимо, вот такую особенность человеческую, вот, психики нашей, что, вот, есть субъекты, которые, вот, предпочитают лечиться так. Вот, вот так лечиться не надо. Да, пожалуйста, слушайте, поберегите себя. Это калечится. Да, не нужно верить всему, что говорится в рекламе. Да, проверяйте лучше через врачей, через экспертов, через людей, которые знают. В рекламе недаром пишут перед употреблением посоветуйте все специалисты. Имеются противопоказания, конечно. Да, и все-таки переходим теперь к той теме, на которой мы сегодня максимально подробно хотели остановиться. Это острые респираторные заболевания ОРЗ. Повторим, уже говорили в начале прошлой программы, что это такое, где мы с этим можем столкнуться? Везде. Острые респираторные заболевания, они везде. Мы можем поехать на отдых в Турцию, в ту же, да, в Крым. Там тоже есть острые респираторные заболевания. В теплых странах, там типа Таиланда, Вьетнама, Шри-Ланки, их нисколько, не меньше. Их там еще больше этих острых респираторных заболеваний. Они такие же или другие? Они такие же или другие? Там есть и такие же, и еще есть свои, другие же. Мы можем их подхватить в аэропорту, мы можем подхватить их на железнодорожном вокзале, мы можем подхватить их, придя в поликлинику за справкой, мы можем их подхватить в школе, мы можем подхватить их от ребенка, которого приведем из детского садика, потому что ребенок благополучный, их тоже подхватить в детском садике. Мы можем подхватить их в транспорте, если проедемся на городском транспорте, даже не обязательно в час пик. Мы можем их подхватить даже на радиостанции Эхо Москвы. Потому что кондиционер, он периодически включается? Уже нет. Уже нет. Уже не сезон. Ваши советы мы помним. Их учитываем. Классификация, как можно их подразделить, как можно их распознать? Классификации очень много. Есть классификации по возбудителю, есть по патогенезу, есть по тому, какие органы они поражают. Это огромная тема. Давайте красненько, чтобы понятно было. По возбудителю мы уже дифференцировали, что ОРЗ у нас делится на острые респираторные вирусные инфекции и так-то на острые бактериальные респираторные инфекции. То есть вызываемые бактериями и вызываемые вирусами. Но наиболее распространенная группа это, конечно, РВИ, то есть острые респираторные вирусные инфекции. По механизму и по зонам поражения, то есть вот мы в прошлую передачу закончили на том, что есть вот там кишечный грипп, которого на самом деле нет, то да, есть респираторные заболевания, острые респираторные вирусные инфекции, которые вызывают в основном только поражение бронхолёгочной системы, то есть там или верхних отделов, или нижних отделов. А есть респираторная вирусная инфекция, которая вызывает поражение и других органов. Но грипп тоже в чистом виде, конечно, он не вызывает только поражение. Насколько часто он встречается в чистом виде? Кто? Грипп. Ну, он в основном в чистом виде встречается. Другое дело то, что там после него... Я так сходу не скажу соотношение там, сколько после него осложнений бывает. После гриппа осложнений довольно распространены. То есть если неправильно его лечить? Или недолечить? Или не лечить, или недолечить. Или он просто сам по себе довольно агрессивный, то есть вот сочетание иммунной силы организма и активность вируса самого, оно не в пользу организма. То есть он оседает и там начинается подрывная работа в организме. А так, да, вот мы всё подходим к этому кишечному гриппу, который не кишечный грипп. Раньше был такой термин, ещё мне доводилось слышать от врачей старшей формации, что ОРЗ с кишечным синдромом... Интересная формулировка. Ну, в принципе, как бы с натяжкой можно сказать, что да, наверное, ОРЗ с кишечным синдромом может быть и нет места. Конечно, этот термин сейчас уже не признаётся никак. Вот. То есть это чаще всего, конечно, ротовирусная инфекция, которую чаще всего и называют кишечным гриппом. Вот. Аденовирусная инфекция и третья – это энтеровирусная инфекция. Помимо этого, там этих вирусных инфекций ещё, наверное, сотни-две. Вот. Каждая по себе, я уже про них в начале этой передачи говорил, что каждая по себе, что ротовирусная, что энтеровирусная, что аденовирусная, они хорошего ничего из себя не представляют. Но аденовирусная, она, конечно, немножко по течению, скажем так, помягче, поблагоприятнее, подоброкачественнее, что ли. Вот. У неё, правда, есть один такой неприятный момент для родителей. Чаще болеют, конечно, дети всеми этими тремя инфекциями. У них её есть, у аденовирусной есть инфекция, неприятный момент в том, что она нередко протекает в виде двух волн. Так. И ребёнок уже вроде бы выздоровел. Его даже... Ну, не тут-то было. Ему выдали справку из поликлиники о том, что его можно везти в детский садик. Мама его собирает в детский садик, и у него вдруг по новой температуре, и всё вроде бы по новой. На самом деле, это вторая волна, которая, ну, чаще всего, протекает более доброкачественно, чем первая. Мы можем как-то заранее узнать, спланируется ли вторая волна, или нет? Ну да, на этапе развития вирусологии, наверное, пока стопроцентно в условиях кировских больниц пока, наверное, нет. Вот. Единственное, что родителей, да, можно предупредить, что вот поскольку у вас, скорее всего, данный вирус, то вы не пугайтесь, если у вас будет вторая волна. Но вторая волна не отменяет того, что ребёнка надо лечить и так-то в садик-то водить его не надо. На второй волне он нездоров. Другое дело, то, что это просто признак того, что человек выздоравливает. Это всё-таки к выздоровлению. Вот. Ротовирусная инфекция сама по себе очень неприятная инфекция. К сожалению, от неё бывают до сих пор летальные исходы. она характеризуется рвотой. И самый характерный у неё симптом – это понос. Частый, обильный. И опасна она прежде всего для детей тем, что она довольно быстро приводит к обезбоживанию. И если у взрослого человека 70-80 килограммов потеря 2 литров жидкости – это как… Не особо значительно. Не значительно, да. Это имеет значение, но это с жизнью совместимо. То для диеток, да. То у ребёнка 15 килограммов потеря 2 литров жидкости – это, конечно, уже малосовместимо. Соответственно, дополнительное какое-то лечение требуется, дополнительные препараты, витаминки. Самое главное, чтобы для родителей это не допустить обезбоживания. То есть если они видят, что у ребёнка из него льёт, как из дырявого ведра, из-за таких сравнений. И оно никак не прекращается. То есть ещё мало того, что понос ещё и рвоты присоединяется. И ребёнок вялый, и у него меняется голос. Это один из очень нехороших симптомов. С чем это связано? С обезвоживанием. То есть меняется тонус голосовых связок из-за обезвоживания. И это просто сигнал уже такой тревожный того, что его надо хватать, ну, малыша своего, и срочно либо ехать вообще в инфекционную больницу, не раздумывая в приёмный покой. Либо срочно вызывать скорую и после предложенной госпитализации не отказываться от неё, как некоторые родители полагают, что... Ну, отказываются, в том числе и страха того, что там будет ещё хуже. Я знаю таких родителей. Да, потому что там есть другие детки, которые могут друг друга позаражать. Да, но дело в том, что если у ребёнка идёт неукротимая потеря жидкости... В домашних условиях её не устранить. Ну, её никак не восполнить, потому что, ну, у него рвота, ему заливают вовнутрь, а из него в обратное это всё выходит, у него обезвоживание, оно продолжается. Его надо наполнять жидкостью, электролитами, тогда внутривенно. В домашних условиях ребёнка, у которого уже заболевание тяжёлой степени тяжести, капать в домашних условиях, ну, я считаю, это преступление со стороны родителей. Вы сказали, что важный фактор, важный показатель – это изменение голоса в связи с изменением напряжения голосовых связок. Есть ли какой-то фактор, симптом, предшествующий изменению голоса, чтобы родители вовремя успели среагировать? Потому что, я так понимаю, что когда уже голос даёт о себе знать, там уже счёт идёт буквально на часы, наверное, да, потому что обезвоживание влияет и на мозг в том числе. Ну, там, этому предшествуют потери жидкости. То есть, всё-таки надо, если у ребёнка заболел, надо отслеживать, сколько он потерял жидкости и сколько он выпил. Но это не всегда возможно отследить. Допустим, родители на работе, у них нет возможности проконтролировать, что с ребёнком дома. Бабушек попросить. То есть, кто-то ведь сидит с ребёнком. Ну, мы говорим о маленьких детях, то есть о дошкольном возрасте. Если школьный возраст, ну, тогда ребёнка попросить... Ну, я... То есть, мы рассматриваем вариант, что ребёнок школьного возраста остался тяжело больной, без присмотра родителей, один, дома. Ну, вот насколько тяжело больной? Ну, настолько, что у него, значит, начинает уже меняться голос. То есть, у него уже такая потеря жидкости. Сколько времени проходит обычно? Ну, это немножко ситуация, по-моему, абсурдная. То есть, к таким родителям надо всё-таки, наверное, применять меры социального воздействия к вопросу о том, вообще они своими детьми интересуются или нет. Вот. Ведь помимо этого, ребёнок ещё очень вялый, у него уже сознание спутанное. О! То есть, это уже прям запущенное состояние, которое вы описываете. Ну, это тяжёлое состояние. Тут дело в чём. Если ребёнок школьного возраста, ну, у него даже по поведению видно, что с ним что-то не так, у дошколят у них бывает сложнее всё-таки. То есть, может он... Ну, родители иногда думают, может, спать, там, устал, объяснять, там, ещё чего-то. Вот. Но всё равно смотреть, как он в туалет-то ходит, если он болеет. Если его рвёт, надо хотя бы посчитать, сколько раз вырвало. Если его вырвало пять раз, то это уже совсем нехорошо. За день, да? То есть, у него... Ну, даже считайте, вот он, ну, ребёнка вырвало пять раз. Каждым разом он потерял, допустим, по 100 миллилитров жидкости. Да, он потерял пол-литра. Веса в нём, ну, там, давайте скажем, ну, килограмм 18, да? Вот. Пол-литр жидкости, 18 килограммов, у нас получается 3% от массы тела. Это уже довольно критично. Да, да. Так, Садзина, как мы сказали, везём в инфекционную больницу. Да, либо вызываем врача на дом, который госпитализирует. Ну, можно, наверное, конечно, скорую вызвать всё-таки, потому что, по честному совету, в инфекционную больницу. Ну, если дело совсем... Ну, куда ещё обращаться? Ну, да, если... Нет, скорее всего, конечно, да, в этом случае, то есть, если подозрение на ротовирусную, на энтеровирусную инфекцию, на аденовирусную тяжёлую инфекцию, да, скорая помощь однозначно предложит госпитализацию в инфекционную больницу. И если есть возможность добраться своим ходом и не ждать, то можно приехать в приёмном покое, дежурный врач осмотрит и также предложит госпитализацию. Так, а что ещё здесь мы обязательно должны указать на заметку? Или у нас с кишечными такими осложнениями мы всё закончили, всё сказали, что хотели? Можно сказать, что антеровирусную инфекцию антеровирусную инфекцию, она ещё может сопровождаться мининг-энцефалитом. Это что такое? То есть, вовлечением головного мозга в патологический процесс. То есть, помимо кишечных проявлений ещё и нервная система, и там совсем всё непредсказуемо, там вплоть до осложнений, ну, то есть, до выпадения каких-то нервных функций, может быть, это вот просто ОРЗ, как бы, да, казалось бы, они же все начинаются как как ОРЗ. Первый день, два. Это же как бы кишечный грипп. Мы же говорим-то всё в кавычках про кишечный грипп. Вот. А на самом деле всё может закончиться очень серьёзными осложнениями. Вот эти осложнения, они начинаются с течением... Но причина смерти, как правило, всё-таки обезвоживания. Как правило, да. Поэтому надо следить за тем, сколько ребёнок выпил во время болезни, жидкости, и сколько из него вышло. То есть, давать пить больше, да, пока... По возможности, конечно, давать пить, пить, пить. Если он может пить, то ему давать пить. Потому... Ну, если он уже не может пить, тогда никакими самолечениями не заниматься, а всё-таки обращаться уже за помощью за медицинской, потому что в домашних условиях эти вещи не лечатся. Такие... Да. Поэтому обращаем внимание на все факторы, на все симптомы. Обязательно консультации с врачами на любой стадии. Врачи для того нам неспособны, чтобы консультировать, помогать, предотвращать как раз все те негативные последствия, которых мы сегодня так страшно вам рассказывали, уважаемые слушатели. На этом мы вынуждены на программу уже закончить. Вот так немного времени мы уделили ОРЗ сегодня. Если будет возможность у Дмитрия Ильинича, конечно же, всегда его студия ждём. Да. Спасибо большое за консультацию. Итак, мы сегодня говорили о способах лечения, в первую очередь, вирусных инфекций, заболеваний, гриппа, простуды. Обязательно обратите внимание на те рекомендации, которые Дмитрий Ильинич высказал по поводу лекарств. Это, на мой взгляд, это очень важно. И, конечно же, ОРЗ, тот самый кишечный симптом, про который мы сегодня говорили, на самом деле, очень важная и очень опасная штука. Опасная. Поэтому будьте бдительны. Это была программа «Слушайте доктора». У меня в гостях сегодня был Дмитрий Батагов, директор Центра семейной медицины «Лада Мед». Дмитрий Ильинич, спасибо вам большое. Спасибо большое. Будьте здоровы. Слушайте доктора. Имеется противопоказание. Проконсультируйтесь у специалиста.